Одним из первых на пресс-конференции выступил директор спорткомплекса «Брестский» Казимир Рингевич, заверив, что стадион в полный боевой. Футбольное поле готово принять первых спортсменов, а дительские места – своих болельщиков. Кстати, для них еще одна хорошая новость. В этом году впервые на матче будет действовать зона гостеприимства, рассчитанная на 100 посадочных мест. Сегодня мы уже привезли необходимое оборудование. Там будет 100 посадочных мест на открытом воздухе под соответствующими зонтиками. Будут три точки по разливу пива. Помимо пива будет еще шашлык. И вот такая зона гостеприимства. Плюс к ней еще подключатся соответствующие болельщики. Там будут соответствующие баннеры. И такая зона гостеприимства будет работать. Работать она будет за два часа до начала футбола и полчаса после окончания футбола. Будет у нас работать еще детская площадка. Казимир Рингевич, забыла вас свучить. У нас будет недалеко от зоны гостеприимства работать два детских батута. На второе число мы рассматриваем этот вопрос о том, что эти батуты будут работать совершенно бесплатно. То есть там мы планируем, что батуты будут для детей от 3 до 9 лет. Цены на билеты, вопреки всеобщему подорожанию, остались на уровне прошлого года. От 20 до 40 тысяч в зависимости от трибуны. Отдельная история с новинкой футбольного сезона 2016 семейным сектором под номером 17. На него в соответствии со скидками билет для взрослых будет стоить 35 тысяч, для детей 15 тысяч. Кстати, на матч, который будет проходить 2 апреля, школьники смогут прийти в сопровождении взрослых абсолютно бесплатно. Их сектора 8, 9 и 10. На них же после прохождения первого матча будет действовать абонемент. Мы разработали вот такие сезонные абонементы на эти сектора. Это 8 и 9 сектора. 8, 9, 10 сектора. Этот абонемент у нас предусматривает пропуск на весь сезон одного ребенка, и плюс ребенка до 14 лет, плюс одного взрослого. Мы такие абонементы раздадим на школы, и ребенок в сопровождении взрослого может по этому абонементу пройти на стадион Брестский для того, чтобы посмотреть матчи. Вторая тема на пресс-конференции – состояние перспективы футбольного клуба «Динамо Брест». По словам пресс-секретаря Анатолия Ливанюка, команда уже достигла дна. Однако она шла в себе силы от него оттолкнуться и начать движение вверх. И шаги в этом направлении уже предприняты. Из областного бюджета клуб получит более 3,5 миллиардов рублей на решение вопроса с лицензированием. В настоящее время идет работа с потенциальными спонсорами. Мы находим полную поддержку, всестороннюю поддержку и у нашего мэра, и четко держит руку на пульсе губернатор. Если вот на самом деле, скажу вам в данном случае, как человек, если в прошлом году, наверное, ну это как-то не очень зримо ощущалось, то сейчас практически на каждом шагу, видно, дошла очередь и до нашей команды в губернатор. И был я тоже вот у него и на приеме. И интересуется каждой деталью, каждой нюансом, понимаете. Поэтому огромное спасибо нашей власти за то, что они помогают клубу и команде. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазрачук, телекомпания Бук-ТВ.